Доброе утро! 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 сессии, но с другой стороны где-то в районе 110-111 расположены неплохие поддержки по нефти, поэтому возможно отсюда сможем и отскочить, по крайней мере, на какой-то краткосрочной перспективе. Плюс полпроцента с утра прибавляем, соответственно, это еще одна поддержка для нефтяного российского рынка, для зависимого от нефти российского фондового рынка. Плюс 0,2% пятая часть прибавляет золото спот, но опять же абсолютная котировка 17.25 это достаточно низко по сравнению с тем, что мы видели еще неделю и две недели назад. Здесь еще имеет смысл посмотреть на медь, в медь та же самая история. Здорово провалились в пятницу и сейчас отскакиваем на 0,4%. В общем настроение отскоченное у нас сегодня утром, поэтому может быть и нейтрально будем начинать его, но по крайней мере в первые часы есть, судя по всему, желание двигаться в вверх. так, и теперь, ну вот давайте наконец посмотрим на Форекс, и на Форексе у нас следующая динамика. Здорово вниз идет японская иена и, соответственно, американский доллар, соответственно, у нас такая очевидная картина спроса на риск, и евро рвется вверх уже почти на четверть процента. Внутри дня вот так выглядит единая европейская валюта. Мы сейчас находимся практически на хаях сегодняшнего дня. Естественно, в верхней границе диапазона, вот здесь мы торгуемся. В общем, это нам говорит о достаточно высоком спросе на риск. Андрей, возьми, пожалуйста, о достаточно высоком спросе на риск. Так, 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 так. Идет, идет, так. Сбил звонок. Итак, на валютном рынке у нас скорее благоприятные факторы для открытия торгов в Москве. Так, сейчас, соответственно, сегодня на открытии торгов в Москве, да, забыл, что нужно сделать, в конце концов, сделаем наши прогнозы. Нужно ждать, ну, учитывая то, что в пятницу Соединенные Штаты завершились таким вот хорошим движением вниз, надо все-таки ждать определенного давления со стороны медведя, но я бы его не переоценивал, поэтому бы сегодня я бы поставил на нейтральное открытие. То есть, возможно, пытаемся чего-то там протестировать внизу, но очень быстро к нулевой отметке вернемся. Так что я бы голосовал за нейтральное открытие или там нейтрально-негативное. В моменте, да, там в какие-то первые, наверное, час, возможно, попродаем. Так, вот такие ожидания у меня на открытие торгов в Москве. Коллеги у нас выступают за движение вниз, 36% голосуют за движение вниз. Ну, это вопрос горизонта, да. В принципе, да, на самом-самом открытии, может быть, попытаемся протестировать какие-то нижние уровни. Так, результаты опроса на ваших экранах. 39% медведей у нас сегодня на открытии, 11% за движение вверх и 8% за боковую динамику. Я бы все-таки ставил на боковую динамику. Так, итак, прогнозы наши сделаны на открытие. И следующая часть – это наше ожидание на закрытие индекса ММВБ. Коллеги, пожалуйста, голосуйте, и мы с вами продолжим обсуждать российский фондовый рынок. Сейчас на ваших экранах свечной график, да что такое, что-то он заснул. Свечной график по, соответственно, индексу ММВБ. Здесь у нас видно, что мы продолжаем. 200-дневная средняя у нас практически горизонтальная. Это значит, что мы в таком не совсем понятном боковике сейчас торгуемся. Боллинджер сходится. В общем, это нам говорит о достаточно большом напряжении. И, судя по всему, мы готовимся к какому-то хорошему движению в ту или иную сторону. Вообще, по ощущениям, скорее, все-таки вниз. Потому что то макроэкономическое оживление, о котором мы говорили в прошлом месяце, в начале этого, судя по динамике региональных индексов деловой активности, которые мы получили на прошлой неделе, плюс другие индикаторы, все-таки имеет, скорее, неустойчивый характер и постепенно рассеивается так, что возможно усиление. Там есть определенные надежды, связанные с Китаем. Возможно, он там отскакивает. Но что там с Китаем происходит, можно будет судить во вторник на этой неделе, когда выйдет индекс деловой активности в промышленности от HSBC, HSBC, PMI, и, соответственно, там уже будем решать вообще. Судя по всему, вот в таком непонятном боковике будем торговаться, наверное, еще какое-то время. Но я бы все-таки ставил на выход вниз из вот этого неприятного диапазона и движения, соответственно, среднесрочное вниз. Ну и вообще, если вы следите за моими ожиданиями, то помните, что на конец года я бы ждал все-таки движения в сторону минимумов года и, возможно, их обновления. Поэтому я медведь на ближайшие месяцы. Так, ну и плюс корпоративная отчетность, еще раз повторю, не очень хорошая, соответственно, и не очень хорошие прогнозы. Так, проговорили про индекс ММВБ на какую-то среднесрочную перспективу. Сегодня, если мы, я бы ждал сегодня позитивной динамики, соответственно, вот здесь у нас 200-дневная средняя проходит на уровне 1457. Вот здесь, да. Соответственно, если будут какие-то продажи, то, наверное, максимум до уровня 1455. Оттуда я бы ждал покупок. И здесь, соответственно, у нас главные сопротивления расположены на уровне 1465. Но вообще это такая не грандиозная цель для сегодняшнего дня. Я думаю, что сегодня будут достаточно сильные медведи, прошу прощения, быки, и будут нас тащить в сторону диапазона 1470-1475. Думаю, что это основные цели на сегодняшний день. Так что, если мы говорим о диапазоне, то это 1455, где мы, возможно, окажемся сейчас. И, соответственно, далее покупки вверх. Вот такие у меня ожидания на сегодняшний день. Профиль рынка по фьючерсу на индекс РДС на ваших экранах. А я сейчас поговорю о повестке дня. Повестка дня сегодня не очень насыщенная, поэтому есть шанс сохранить тот импульс, который мы сейчас наблюдаем на азиатской сессии. не очень насыщенный. Это значит, что ни по Европе, ни по Соединенным Штатам больших событий не будет. Внимание, возможно, следует обратить только на, соответственно, индекс деловой активности от Федерального резервного банка Ричмонта в Соединенных Штатах. Он 6 часов выйдет. Но это скорее интерес для аналитиков, чем для рынков. Поэтому больших движений или каких-то неожиданных вещей я бы сегодня не ожидал. Еще один фактор, который будет сдерживать активность игроков, это фактор, ну да, естественно, разумеется, у нас остается фактор корпоративный отчет. Сегодня больших компаний не так много, которые отчитываются. Внимание, наверное, надо обратить на следующие компании. Сегодня отчитывается Кэтерпиллер. Это, соответственно, строитель, добывающий дорожной и прочей техники. В общем, компания активно связанная с инвестициями, с инвестициями корпоративного сектора. Поэтому является таким индикатором, опережающим скорее. То есть, чем больше инвестиций делается, тем больше можно ожидать прибыли в какие-то следующие периоды. Так вот, здесь, думаю, что ожидания рынка не будут оправданы, и мы получим не очень хорошую отчетность по Кэтерпиллеру. Если так, то, соответственно, в районе 15.30 нужно ждать определенных стрессов, в том числе и для российского фондового рынка. Но еще раз подчеркну, да, еще, возможно, Hasbro, тоже компания важная и интересная. В 14.30 нет ничего интересного. Здесь просто же, да, соответственно, у нас ожидания по активности потребителей. Плюс там еще большая сезонность. Будут ждать хорошего четвертого квартала. В общем, здесь, наверное, истории никаких нет. Интерес представляет Кэтерпиллер прежде всего сегодня. Но главный момент, который будет сдерживать активность, причем как в одну, так и в другую сторону, это фактор вторника. Здесь у нас вторника и среды, я бы даже так сказал. Здесь у нас постепенно будут разворачиваться события по нарастающей. Гораздо большее количество компаний отчитывается. Здесь, ну, как бы отдельных идей выделить нельзя, но очень много очень важных компаний. Плюс по, соответственно, по среде у нас выходит целая серия индексов деловой активности по, соответственно, по Китаю и по Европе. Соответственно, здесь уже нужно будет смотреть на то, в какую сторону развивается ситуация в макроэкономике. И действительно ли тот отскок, который мы наблюдали в сентябре и в октябре, подтверждается выходящими индикаторами? Или это был только мираж? Вот такие мысли у меня сейчас перед открытием торгов в Москве. Но пока вроде как есть шансы дотянуться до 1465 с большой вероятностью и до 1475 по индексу МВБ с чуть меньшей вероятностью. Соответственно, если до 1465 и дальше не пойдем, то закрытие в нуле, если не в минусе по результатам катерпидора. И если до 75 доскочим, то закрываться будем на 1465. И вот такие у меня разнонаправленные ожидания. Наверное, если, что называется, пистолет-виску поставить и попросить назвать одну цифру, то я бы ждал все-таки скорее нулевой динамики на сегодняшний день. Но вообще день такой скорее неопределенный. вот такие мои ожидания на сегодняшний день. Сейчас разрешите, я завершу опрос, пока компьютер подводит его результаты. Я взгляну в чат, напоминаю, что у нас интерактивная сессия, на чем Америка обвалилась, подумаешь, Макдональдс недополучил 4 цента, и что? Ну, во-первых, там был серьезный импульс от высокотехнологичных компаний. Опять же, это компонент инвестиционный. Там не очень хорошая отчетность была и по Google в четверг, если помните, и по AMD, и по другим компаниям. Поэтому не только Макдональдс, и не столько Макдональдс вызвал вот это неприятное движение. И вот сегодня, соответственно, Катерпиллер отчитывается, поэтому есть шанс, соответственно, потерять позитивный настрой. Сейчас наш рынок покажет, как надо падать. Ну, возможно, и покажет, как надо падать. Покупать ли тушенку? Да нет, еще рано. Мы помним ожидания 1750 на Куэ-3. Да, были такие ожидания, но как-то Куэ-3 все как-то не запускается на полный объем, чтобы увидеть какой-то эффект от намерений Федеральной резервной системы. В общем, как-то вяло у нас Федеральная резервная система покупает облигационные бумаги. Так, нефть и рубль, доллар. Это Иван, наверное, имеет в виду какой-то краткосрочный взгляд по этим инструментам. По нефти, думаю, что мы нашли свою поддержку где-то в районе 110-111, поэтому есть шанс какого-то краткосрочного отскока. Но это совсем краткосрочный взгляд. Среднесрочно думаю, что все-таки мы на 100 долларов за баррель по нефтемарке Брэнд все-таки уйдем на конец, как это называется, на конец ноября, ой, прошу прощения, на конец октября, начало ноября, вот где-то через пару-тройку недель. Думаю, что мы там скажем. В том, что касается рубля, ну, соответственно, если нефть пойдет вниз, то и рубль надо ждать, соответственно, тоже ослабления. Поэтому ожидания скорее негативные у меня на среднесрочную перспективу. Так, ну и особенно, да, учитывая, что заканчиваются американские выборы и последняя поддерживающая идея вроде как рассеиваются. Да, еще раз повторю, что есть еще какой-то момент, связанный с Китаем, с его оживлением. Но вот сейчас, если Америка не подтвердит свое восстановление, то есть хороший шанс уйти вниз, так что скорее вниз. Так, результаты опроса на ваших экранах уже давно висят. Разделились мнения. 22% голосуют за движение вверх, за движение вбок 22% и за боковую динамику, за движение вниз 19%. Практически поровну все три варианта. В общем, это нам говорит о том, что день такой сложный сегодня, поэтому призываем всех к осторожности. Я бы ждал закрытия около нуля. Ну, соответственно, если сейчас вверх пойдем прямо на открытии, мы открылись, да, все-таки движение вниз. Сейчас мы на уровне 1451, да, пункт. Где-то здесь внизу торгуемся. Но думаю, что все-таки откупимся и постараемся до 65 дотянуть сегодня. Вот такие ожидания. Все, на этом буду завершать. Всем большое спасибо. Увидимся с вами завтра в 9.40 на видеобрифинге Эспрессо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok